Радио 54 Первое. Областное радио. Выставка была разработана рабочей группой немецкого меньшинства при Федералистском Союзе Европейских Национальных Меньшинств. Данная организация вышла на наше учреждение с просьбой предоставить площадку. Познакомила нас с материалами, все что будет представлено на выставке. Нам эта выставка показалась интересной, учитывая, что мы в принципе занимаемся сохранением культуры и развитием языка немецкого национального меньшинства Новосибирской области. И мы с радостью согласились принять участие в реализации этого проекта на территории Российской Федерации. Вообще выставка путешествует и по Европе, по Восточной Европе, по России и далее поедет в Среднюю Азию. Ну а что можно будет увидеть на этой конкретной выставке? Возможно, какие-то конкретные работы? С чем можно будет познакомиться? Выставка расположится у нас на двух этажах. На первом этаже будут информационные так называемые сундуки. В них материалы, касающиеся истории немцев, культуры, деятельности творческой, религии, молодежной работы и медиа. На немецком языке газеты, радио, которые функционируют в странах Европы, России, Азии. То есть на данный момент? На данный момент, да. Можно будет познакомиться, на какой волне, где возможно найти в интернете, послушать, почитать, полистать. На втором этаже будут информационные, как их назвать, панели, стенды. На них располагается информация о немецких меньшинствах в разных странах. В Дании, в Эстонии, в Латвии, в Румынии, в Казахстане, Узбекистане. Ну, в общем, везде, где есть немцы. 25 стран затронута на этой экспозиции. И экспозиция интерактивная. Там привезли нам полторы тонны оборудования. Мы монтируем уже третий день. Планшеты, какие-то наушники, какие-то передатчики. Очень интересно должно все в итоге получиться. Мы сегодня завершаем уже монтаж этой выставки. Поэтому понравиться должно как взрослым, так, я думаю, школьникам и студентам. Студенты отделения иностранных языков, из фака даже, исторических факультетов, ну и так далее. Потому что это очень такая обширная экспозиция про деятельность немцев, так скажем, да, в 25 странах нашего мира. Это русский и немецкий или только на русском языке? Все на немецком языке. Да, к выставке идет в качестве сопровождения аудиогид. Продолжительность порядка часа. Аудиогид расскажет все, что на панелях. Написано тоже на немецком языке. Есть материалы на русском языке. Но мы распечатаем их просто как сопровождение. Ну, бывает, что кто-то знает немецкий язык, понимает, хочет себя перепроверить. Кто-то вообще не знает и хотя бы прочитать по-русски на русском языке. О чем вообще тут говорят. Ну, а для тех, кто увлекается лингвистикой, в принципе, немецкой культуры, короб, посвященный языку немцев, содержит записи, аудиозаписи различных немецких диалектов. Включая диалекты вот Сомской области, которые сохранили люди, плод дойч, диалекты из Прибалтики, ну и так далее. Какие настроения у этой выставки? Чего ожидать? Я думаю, погрузиться в культуру больше помогут вот эти семь коробов, сундуков, как их правильнее назвать, интерактивных. То, что касается панелей, они больше погрузят в историю. Потому что многие люди, которые не увлекаются историей, да, это не их хобби, многие не знают, откуда вообще появились немцы, в частности, в нашем государстве, да, многие не знают, что у нас была целая республика немцев по Волжье. И для многих становится удивлением, что когда-то это было, и оказывается, есть немцы. Откуда уж немцы? В Киргизии, в Казахстане, в Узбекистане. Они там есть, есть места компактного проживания, да, и у нас, например, деревня неудачна, да, и в Алтайском крае целый немецкий национальный район, и в Омской области Азовский немецкий национальный район. И про это мало кто знает, и для многих это становится открытием. Ну, в общем-то, вот в таком плане, я бы сказала, в информационном, откуда есть пошли немцы в нашем государстве. Сейчас еще одно открытие скажу, может быть, тоже кто-то не знает, что в Новосибирской области мы занимаем в Новосибирской области третье место по численности российских немцев в стране. Это да! Да, и немцы по переписи населения десятого года, по последней, занимают второе место после русских. Будут представлены книги воспоминания немцев и европейских, и наших, сборники сочинений, альбомы, живописи, ну, работ, да, в принципе, материалы, которые знакомят с творчеством российских, ну, и не только российских немцев, потому что мы периодически организовываем выставки, работ очень много и художников, и поэтов, про которых мало кто знает, но сейчас вот есть возможность именно познакомиться и с театром на немецком языке, потому что при многих общественных организациях российско-немецких домах ведут свою деятельность, клубные формирования театрального направления, дети играют на немецком языке, проводятся театральные фестивали, и это тоже можно будет, об этом можно будет узнать, посетив выставку. Виктория, вы упоминали, что выставка уже существует два года. Скажите, возможно, как-то видоизменилась за это время, репертуар пополнился? Ну, насколько я поняла, выставка вот была создана именно в таком формате, и в таком же формате она путешествует. Все информационные панели складываются в защитные чехлы, все сундуки закрываются деревянными коробами, все это на засов, на запор, в грузовик поместили, подперли, чтобы ничего не сломалось, не укатилось, да, и перевезли в другой город. В другом городе опять так же разобрали, собрали и так далее. Единственное, что мы заметили, при путешествии своем по России уже кто-то из наших коллег, видимо, в других городах, немножко модернизировал эту выставку, на стенды добавил на русском языке уже некую информацию, видимо, переживали люди за то, что не все знают немецкий язык, и будет тяжеловато. И поэтому добавили на каждом стенде, который у нас расположился на втором этаже, такие формата 4 листочки, да, с краткой информацией. Краткой информацией, откуда появились, в результате каких исторических событий немцы появились в той или иной стране. Это на самом деле очень интересно. Роман, а если попробовать пробежаться вот по той целевой аудитории, которой точно будет интересна эта выставка, вот прям по пунктам. Во-первых, людям, которым интересно, да, эта культура, история появления немцев на российском земле. Возможно, людям, которые изучают немецкий язык, ведь погружение в языковую среду и такое глубокое, еще и с возможностью ознакомиться с диалектами, это же потрясающая совершенно история. Для кого еще, точно? Я думаю, старшие школьники тоже заинтересуются, потому что это просто школьники, они люди интересующиеся, у них еще очень живой ум. Они любят все новое узнавать, поэтому... Но это какие-то новые грани, а не по учебнику. Естественно, да, потому что именно с такой точки зрения я не думаю, что преподают, да, историю там, язык. Да и, в принципе, не дают особой информации по конкретной национальности. Есть общая история, история России, всемирная история, да, а именно история появления немцев в России, такого, в принципе, даже и подраздела нет. Это, да, выставка поможет познакомиться. Но я думаю, будет еще интересно и старшему поколению, и как воспоминания о своих традициях семейных, которые, возможно, были потеряны. О языке, на котором запрещали некоторое время говорить, да, послушать родную речь, полистать книги таких же людей, да, написанные о тех событиях, которые пришлось там однажды пережить многим пожилым людям, ну, из числа немцев. Вот, и, наверное, для пожилых это тоже будет очень ностальгично, что ли, если можно так сказать. Но, опять же, можно сравнить свои традиции, да, которые, потому что российские немцы, это особый народ, они в себе соединили культуру России и культуру Германии, да, которую привезли сюда 250 лет назад. Они, немцы, начали сюда заселяться, российские немцы, и поэтому мы ведем свою историю российских немцев именно как национальности уже четверть тысячелетия. Вот, и посетив выставку, можно будет, Роман, понять, как выглядит этот дуэт культур, да, что в итоге... Да, и можно сравнить, сравнить, то есть, как, а как там в Молдавии, да, а как в Украине, а как в Белоруссии, а как в Дании и так далее. Ну, и похоже ли чем-то, чем различаются. Вот предмет такой для обсуждения, для сравнения, для анализа. Радио 54 Первое. Областное радио.